Формирование туи колоновидной колумна, она у нас растет возле забора, поэтому ее надо формировать обязательно, отпускать ее в рост нельзя, сдерживание роста происходит так Так товарищ, каждый своим будет делом заниматься, попробую в следующий раз, все иди бери камеру, я сейчас Уважаемые друзья, здравствуйте, сегодня будем формировать ту колоновидную колумну Она возле забора, вот покажи-ка, видите, примерно посажена в 30 сантиметрах возле забора, забор нагревается и здесь как бы тень, она расти тут толком не будет, выше ее отпускать нельзя, потому что опять же она будет довольно уродливо смотреться, потом здесь будет, например, ну в общем забор будет мешать, поэтому вы поймите, когда вы сажаете растения любые, вам придется по-любому сдерживать рост, хоть и начнется в комментариях опять я на сто процентов вы изуродует дерево, вот как естественно оно растет, нет ребята, здесь будет ужас потом, если ее не трогать, не формировать, формирую, я в прошлом году формировал один раз ее, в этом году у меня дошли руки только сейчас, была жара очень сильная, я не стал ее трогать, побоялся, сейчас она уже довольно насыщенная и сейчас у нас конец июля, мы спокойно берем и формируем, лично я так делаю, сроки мной не устанавливаются, я честно скажу, когда у меня есть время, тогда я этим занимаюсь, на данный момент туя колумна, ей десять лет, один раз я уже говорю формировалась, была бы она чуть выше, сейчас мы будем формировать ее так, чтобы она не росла и была всегда в одной паре, так насчет аппарата, сразу говорю, вот смотрите, делайте скриншот, модель, все здесь указано, плеймаркет, вбиваете в поиск, там ищите, я даже понятия не имею, ссылку искать, вставлять я не буду, потому что там их множество, это кусторез, да, кусторез, хутор, модель, вы видели, все, теперь начнем, ну начинаем, как всегда, сверху, а потом уже переходим к низу, ну и там выравниваемся, посмотрим, что у нас получится, ну если даже где-то что-то уродливое, ничего страшного, она растет и в конце концов, через пару-тройку лет формирования, она будет идеально у вас выглядеть, для того, чтобы, ну, было не стыдно смотреть, туповатый, опять же хочу заметить, эти, вот где мы обрезали, они могут у вас пожелтеть кончики, от жары, от солнца, она тут стоит на заре, поэтому ничего не бойтесь, она все равно на расчете, нормально себя чувствовать будет. Ну и желательно все три сделать одинаковыми, ну как получится, пока что, как получится, а там дальше видно будет. Вот здесь уже, ну ничего страшного, это все. Это все восстановится. Ну, примерно оставляйте там 30 сантиметров диаметре, чтобы она была, ну, то есть, чтобы более-менее, сейчас, ну, конечно, надо отходить, смотреть, потому что, так, тоже не скажешь. Но все равно преобразилось. Ну, преобразилось это еще. Так же можете обрезать любые клоны, то есть, ель, на данный момент, тоже можно обрезать. Да, может быть, не очень профессионально, но это делаю я так, я так делаю не один год, у меня все растения выживают и в нормальном состоянии. Ну, я люблю, чтобы низ был наискось. Если кто смотрел мои видео, все знают, что я практически ствол внизу голый оставляю. Теперь заострим кончик верхушку. Да, ну, это не так сложно, в принципе, ты могла тоже уже это сделать. Ну, если со всех сторон посмотреть, ну, довольно-таки она преобразилась, можно Но это еще не конечный результат, конечный результат вы получите через два-три года, когда она уже нарастет и все. Конечно же, вровень мы их не сделаем, но они потом сами, через два-три года. Вообще, обрезать их надо два-три раза в год, за лето, то есть, я обрезал один. Обрезал, формировал, я не знаю, как лучше заговорить. Ну, все, с этими мы сейчас тоже разберемся. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Ну электрички помощнее конечно... Итак уважаемые друзья, мы вот формировали вот эти три туи... Ну конечно я не профессионал, сразу говорю, я делаю как знаю... Как я делаю, можете делать, можете не делать, посмотрите других блогеров... Я заформировал тую колонну, я знаю, что на следующий... Пусть где-то коряво, где-то некрасиво, но она на следующий год нарастет, я ее всю выровню... Она будет одного роста и будут прекрасные столбики стоять... У меня перед двором стоят прекрасные столбики, ну может быть когда-нибудь сниму ее... Там буду все равно формировать... У меня изгородь, там заросла вся и стуя восточная, тоже буду формировать... И поэтому, ну не судите, как говорится, строго... Это первоначальные стрижки, они проводятся... Ну каждый год надо их проводить и поэтому... Если вы хотите сдержать рост растения, то каждый год минимум по два-три раза надо проводить... Ну как получилось, так получилось... Нормально? Все, всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и вы были на канале питомника Хвойный дворик... Подписывайтесь на канал, всего доброго, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok